Обернулся, собачка смотрит на меня, маленькая, как будто привидение увидела. Доброе утро! На часах 7.40, так как палатка стоит на склоне, спальный мешок постоянно сползает вниз, но поверхность ровная, трава мягкая, погода теплая, спалось хорошо. Посмотрим, что творится на улице. Солнышко поднялось довольно высоко, издалека иногда доносится звон колоколов, веет ветерок, палатка сухая. Радость нам дарует утро, время яблочко пришло. В поход брал с собой 21 яблоко, 200 грамм изюма и 300 грамм очищенных семечек подсолнуха. Первые 5 дней съел 15 яблок из запаса, осталось 6, точнее уже 5. Сегодня на обед съем еще одно яблочко, а на ужин изюм, четверть от пачки. Завтра в седьмой день, а также восьмой и девятый рацион будет такой. На завтрак яблочко, на обед изюм и на ужин семечки подсолнуха, тоже четверть от пачки. На последний, десятый день останется на завтрак яблочко, а на обед семечки подсолнуха. Вечером буду уже в поезде, по дороге что-нибудь куплю на ужин или поголодаю, буду смотреть по самочувствию и настроению. Может мне и раньше захочется что-то докупить, но пока и на этом рационе чувствую себя хорошо. Семечки я обычно замачиваю для лучшего усвоения. Утром засыпаю в такую бутылочку, заливаю водичкой и к вечеру они уже готовы. Их можно есть и сразу, если так больше нравится или лень замачивать. Кстати, вкус отличается. Почему бы рядом с акациями не вырасти яблоньки? Расти, свети, плодонось. Акации не только пахнут, но и на вкус ничего. С горы спустилось целое стадо коз и овец. С пастухом и двумя собаками. Когда пастух свистит и дует в специальную дудочку, стадо бежит за ним. Так дружно. Посмотрим карту. Вчера, переночевав за селом Сельце, двинулся на Иршаву, дошел до вокзальчика, перешел реку и уперся в заросли. Вышел к шоссе, прошел через село Дубривка, дошел до села Билки, там снова встретил узкоколейку. Немного по ней прошел, но из-за зарослей вернулся на шоссе и остановился примерно здесь. Сегодня предстоит пройти мимо села Луково, через село Приборжавске. За ним, согласно схеме, рельсы частично разобраны. Село Довге. Оттуда на север, через село Бронька, село Кушница. За ним, согласно схеме, рельсы разобраны полностью. План дальше вернуться обратно и от села Довге в южном направлении на город Хуст. Отправляюсь в путь на часах 11.50. Благодарю это место за приют. Иду к шоссе. По пути встретил черешню. Некоторые плоды почти спелые. Немного нарвал. Уже сладенькие, сочные. Вот и шоссе. Рядом узкоколейка. Солнышко припекает. Правая дорога на Имстычево и монастырь. Васильянский монастырь святого архистротыга Михаила. Основан в 17 веке. Тоже красивое строение. Ускоколейка пошла вправо. В высокой траве ее не видно. Но рельсы еще есть. Ускоколейка пошла ниже. Отсюда ее видно. Кустарники то и дело преграждают путь. Когда карту смотрел, думал, что дошел немного дальше. А по факту остановился перед поворотом на село Имстычево. Дальше рядом с трассой и рельсами пошла река. Наверное, Боржава. Выше по течению, река шире. Пасутся коровы. Река здесь шире, потому что ниже она разветвляется на более узкие потоки, обтекая гору. Дорога уже не такая красивая, как была раньше. Пошли ямы. Земли совхоза Лукова. Совхоза уже нет, а знаки остались. Некоторые машины возле меня снижают скорость. Возможно, кто-то не прочь подвезти, а кому-то просто любопытно. За эти дни я не видел здесь ни одного человека с большим рюкзаком, кроме себя самого. Большой мост через реку. Думаю, это поворот на Луково. Ребята у моста подтвердили, что дорога идёт на Луково. Значит, до села Приборжавске не так уже далеко. По правую сторону тянутся виноградники. Над ними горы. Приборжавске. Что-то написано. Первое документальное упоминание. 1383 год. Дворов 1071. Население 3543 на 2011 год. Довольно крупное село. И древнее. Ещё от поворота на Имстычеву встречается много больших деревьев грецкого ореха. Представляю, что здесь творится ближе к осени, когда они дозревают и начинают падать на шоссе. Высоковольтные линии трещат. Вспомнилось, как в походе на Выгодскую узкоколейку я остановился в горах, недалеко от высоковольтных линий и газовой трубы. А под вечер начался ливень и гроза. Молнии били совсем рядом. Было довольно жутко. При Боржавском дорога снова пошла ровненькая. Здесь тоже много больших красивых домов. Солнце печёт в спину, напекает шею. Пришлось кепку надеть наоборот. Справа церковь в синих тонах. Ближе к дороге часовня. Перед Приборжавским узкоколейка где-то затерялась и дальше я её пока не вижу. Среди здешних больших домов такой домик выглядит, как с другой планеты. В предыдущем походе в Мезинский парк, что на Черниговщине, наблюдал совершенно иную картину. Там много ветхих и заброшенных домов. Обернулся. Собачка смотрит на меня. Маленькая. Как будто привидение увидела. Аж застыло. Приборжавский заканчивается. И дальше только лес и горы. В конце села зашёл в один из дворов. Там дед набрал мне полтора литра водички. И сказал, что за селом узкоколейка ещё есть. И действительно, даже несколько путей. Затем пути сходятся. Буквально метров через двадцать правый рельс заканчивается. Идёт левый. А вот и он закончился. Дальше пошла трава и шпалы. Вот такой путь у боржавской узкоколейки в данной точке местности. Дальше вместо шпал обгоревшие углубления. Горят шпалы, наверное, хорошо. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что за границу села Приборжавске рельсы выходят. А потом вы сами видите. Что-то лежит. Кто-то потерял шарики. Шарики с водой. Что за такая игрушка. Подъём впереди становится всё выше. Скрывая горы, что за ним. А справа ещё видно. И позади остался такой пейзаж. Дошёл до речки. На часах 15-30. Думаю, пора сделать привал. На другой стороне парень рыбачит. Кто-то ещё там. Место не очень удобное. Да и людей много. Проходила мимо бабушка. Подсказала, что чуть впереди, недалеко от села Довге, или даже на границе, есть мостик на ту сторону. И там вроде неплохое место. Сейчас посмотрим. Село Довге. Вот и мост. Левее беседки. В одной кто-то есть. Беседки, как посмотрел, заняты. Направо можно спуститься. Есть небольшой выход к воде. Спуск довольно крутой. Ну, по крайней мере, есть тенёк. Не удержался. Искупался. Хоть вода ещё и холодная, в такую жару в самый раз. А теперь пришла пора, думаю, вы догадались, правильно, съесть яблочко. Яблочко. Посидел у реки и подумал, какой смысл идти в село Кушница, если рельсы заканчиваются за селом Приборжавский. Расстояние туда километров девять, ещё столько же обратно. Идти 18 километров, чтобы посмотреть на шпалы, покрытые зарослями, удовольствие сомнительное. И так решено. Сейчас нахожусь примерно здесь, пройду по селу Довге, до поворота, и двинусь на село Лыпецка Поляна, а дальше на юг, на Хуст. Продолжаю путь. На часах 18.00. Руки и плечи обгорели. Подождал, пока солнце немного сядет. Курточку одевать жарковато. Сейчас выйду за село Довге, и там поищу место для ночлега. Иду по селу Довге. Довге означает длинное. Посмотрим, насколько. Натёр по мозолю на правой и левой ноге. Это тоже повлияло на решение сократить маршрут. Заклеил лейкопластырем. Вроде стало немного легче. Впереди раздорожье и церковь. Справа вижу указатель. Хуст 30 километров. Влево свалява. 35 км. Село действительно длинное. И довольно крупное. Много магазинов, заведений. Есть даже обмен валют. и отделение приватбанка. Дошёл до моста. Здесь река ещё шире. Уточнил у женщины, это была Боржава. Подхожу к дому довольно древнего вида. Здесь даже есть здание. Написано Должанский высший экономический колледж. Правда, судя по состоянию вывески, не факт, что он ещё функционирует. Да, судя по размерам и инфраструктуре, это больше похоже на районный центр, чем на село. Солнце ещё печёт, а сверчки уже поют вовсю. Что же будет ночью? Когда я начал думать, что село никогда не закончится, оно наконец-то закончилось. Иду больше часа. Это километров пять как минимум, а то и всех шесть. А за поворотом ещё парочка домиков. Оптимист я, однако. Метров за сто от последнего дома бесконечное село наконец-то заканчивается. За поворотом беседка. Написано место отдыха. А дальше ещё что-то есть. Контролируемый приграничный район. И с другой стороны шлагбаум. Посмотрим, что там. Дорога уходит в тёмные дебри. А с другой стороны вижу более светлый лес. Схожу-ка туда. Здесь ещё нужно спуститься. Внизу была вода. Кое-как перебрался. Нашёл неплохое место. Хоть и недалеко от дороги. Но карабкаться ещё выше нет ни времени, ни желания. Остановлюсь здесь. Ну вот, палатка и готова. На часах 20-30 день прошёл жарко. Обгоревшие руки и мозоли на ногах не способствуют поднятию бодрости духа. Но кто сказал, что будет легко? Радует, по крайней мере, то, что я не пошёл на село Кушниця. Пришла пора немного подкрепиться. И сегодня у нас на ужин, как и планировалось, изюм. Интересно, как он будет восприниматься после стольких дней яблочной диеты? Сейчас узнаем. Просто мёд! На этом, друзья, желаю вам приятного аппетита и спокойной ночи. До завтра! Субтитры подогнал «Симон»